Пруд в парке Победы замерз и превратился в бесплатный каток, поэтому одесситы рейнули кататься. Безопасно ли для наших горожан выходить на лед? Сейчас узнаем. Каждый водоем имеет свою глубину и есть такие обстоятельства, как течение, соленость воды и так далее. Поэтому водоемы замерзают не одинаково. И вот сейчас, когда люди видят, что на некоторых водоемах, в частности в парке Перемоги, уже активно катаются на коньках, могут этот знак воспринять такой, как ложный знак и выйти в другом водоеме, пытаться это делать. Золотое правило безопасности на льду – нужно обязательно знать водоем, который замерз. Владислав Болинский рассказывает, что он на собственном опыте прочувствовал, что это такое упасть в ледяную воду из-за недосконального изучения озера. А также не забывайте о промоинах. Это отверстия во льду, промытое отечением, ведь они существуют даже на искусственных водоемах. Так на выходных в парке Победы провалился мужчина. Вот покатались на конечках. Бульк. Мелочь, а неприятно. Не зная такой водоем, я один раз катаюсь на Кугурлу и провалился, хотя температура была минусовая уже на протяжении двух недель. Просто я не учел, что между Илпугом и Кугурлуем течение, которое их соединяет, это озера соединяются промоиной, и под льдом образуется промоина. Поэтому это в первую очередь к рыбакам относится. Специалисты напоминают, лед – это хороший теплоизолирующий материал, поэтому его нижняя часть замерзает приблизительно неделю, а то и большее. Все зависит от глубины водоема. Поэтому не стоит оценивать толщину льда на глаз. Лед является очень хорошим теплоизолирующим материалом, и когда он образуется, то нижняя часть, там где вода просто, она оказывается законсервируется в теплом состоянии, и не нарастает этот лед. То есть он нарастает очень-очень медленно. Для этого нужна хотя бы неделя хороших трескучих, как мы говорим, морозов. Новость о бесплатном развлечении одесситам быстро разнесло сарафанное радио. Много времени на раскачку нашим землякам не нужно. Узнал с интернета, что уже лед появился, можно уже прийти. Вчера увидели видео в социальных сетях, что люди уже катаются. Ну да, в социальных сетях видели, что некоторые наши друзья-фигуристы тоже уже успели вчера отметиться на льду и решили попробовать. Несмотря на все риски, у природного катка в Парке Победы есть немало преимуществ, главное из которых практически безразмерная территория и доступность для каждого. Только когда замерзает здесь у нас вставок, так скажем, тогда приходим. Те, что у нас в городе стоят, очень интересно, но очень много народу, много детей, и так уже страшно, чтобы никого не зацепить. Было очень холодно ночью, мы сделали вывод, что можем попробовать. Но лед все равно издает такие звуки. Не очень безопасные. Страшновато, да. Да, но в целом очень приятно и намного приятнее даже кататься здесь, чем во дворце спорта. Если так, не придираться, то все то же самое почти, что на любом из доступных катков в Одессе, только бесплатно. И еще несколько важных рекомендаций фигуристам-экстремалам. Ни в коем случае не выходите на замерзший пруд в темное время суток и при плохой видимости, будь то туман или снегопад, и не проверяйте прочность льда ударом ноги. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.